В Сургуте резко вырос спрос на разные виды государственной поддержки. За последние две недели за субсидиями обратилось больше 300 предпринимателей. Это уже на 50 больше, чем весь прошлый год. Чтобы помочь тем, чья деятельность была ограничена в связи с пандемией, местные власти дополнили список участников программы новыми категориями. Кому и за что дают бюджетные деньги и как пытается выжить бизнес, расскажет Светлана Славкина. За столами и барными стойками пусто. Даже выпить кофе в зале – это нарушение. Несмотря на отсутствие посетителей, кухня работает в своем привычном режиме. У многих кафе и ресторанов уже была налажена служба доставки и сервис «Заказ на вынос». Поэтому после введения ограничений предприятия общепита одними из первых приспособились к новым условиям. Даже сейчас спрос на их услуги вполне приличный. Но оставаться на плаву под гнетом навалившихся проблем непросто. Мы столкнулись с ростом цен на сырье, столкнулись с дефицитом определенных продуктов, потому что были закрыты границы. Также мы столкнулись с тем, что в больших объемах нам пришлось приобретать дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для наших сотрудников. Для того, чтобы беспрерывно осуществлять свою деятельность, выдерживать тот же сервис, к которому привыкли наши гости, мы обратились за помощью в администрацию города Сургута для предоставления субсидий. Сегодня бизнесу готовы возместить затраты на дезинфицирующие средства. Например, в тех же кафе санитайзеры теперь расходуются кубометрами. Это возможность вернуть незапланированно потраченные деньги. В целом сургутским предпринимателям сейчас доступно около 20 видов поддержки. В этом году мы перечень заявителей расширили, кто может к нам обращаться, то есть расширили виды новыми видами деятельности. И сейчас в большей степени обращаются предприятия сферы спорта, доп. образования, туристические агентства. Обращаются также салоны красоты и бытовые услуги. Большая часть заявлений по процентам 70 касается статей аренды и компенсации затрат на приобретение оборудования, компенсации затрат на консультационные, консалтинговые услуги и оказание помощи для начинающих предпринимателей. На различные виды субсидий в Сургуте сегодня могут претендовать около 4 тысяч предпринимателей, чья деятельность была ограничена из-за пандемии. За две недели с начала приема заявлений в администрацию обратились более 300 человек. В том числе и начинающие бизнесмены. Они в основном задействованы в социальной сфере, но есть и производственники. В ожидании помощи предприниматели не сидят сложа руки. Многие успели заново переосмыслить пословицу «хочешь жить – умей вертеться». Те предприниматели, которые к нам еще в начале апреля обращались и не знали, что делать, были в панике. Сейчас я с ними общаюсь, и выручка, наверное, будет меньше у них. Но все равно они ушли на дистанционную работу, смотрю, Инстаграм активно используют. И не будут рекламировать новые те пункты выдачи заказов. Все равно потихонечку, первая ситуация прошла, первая реакция, и начинают потихоньку приспосабливаться, искать варианты. Потому что предприниматели, у них все равно мозг так работает, они все равно будут искать пути выхода из ситуации. Для некоторых дистанционный режим и вовсе открыл новые горизонты. Например, предприниматели, специализирующиеся на дикоросах и местном сырье, успели наладить каналы экспорта своей продукции. Новых клиентов нашли как раз благодаря работе в интернет-пространстве. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.